Часто пациенты обращаются с болью в колене. Причин может быть много, и у каждого они свои, иногда это сумма причин. Итак, первое и самое простое – это травма. Это может быть ушиб колена, неудачные движения, например, на лыжах, когда ногу вывернуло, и произошла травма связок, произошла травма мениска. Но есть и гораздо менее очевидные причины, из-за которых может болеть колено. Первое, достаточно распространенное – это лишний вес. Вы, наверное, о ней знаете или догадываетесь. Следующее – это перегрузка одного коленного сустава из-за асимметрии вашего тела. Из-за чего нагрузка на ногу может увеличиваться. Во-первых, одна нога может быть чисто анатомически длиннее другой. Это бывает очень редко. Второе – если у вас идет натяжение фасции в теле, есть асимметрия тела, то, естественно, одна нога будет испытывать больше нагрузку, чем другая, и коленный сустав будет быстрее изнашиваться. Следующая причина – это стопа. Например, неправильное положение стопы. В норме стопа расположена по оси. Если стопа начинает изменять свое положение, например, уходить в варус или вальгус, то коленный сустав будет работать уже по-другому, и будет возникать отклонение в траектории движения сустава, и он будет быстрее изнашиваться. Следующая причина боли в колене – это травма малоберцовой кости. Малоберцовая кость может уходить, например, вниз по отношению к большеберцовой. При этом происходит натяжение фасции и нарушается как кровоснабжение, так и биомеханика коленного сустава. И также головка малоберцовой кости может уходить вперед или назад при различных травмах голени и оставаться, застревать в этом положении. Из-за натяжения фасции в районе коленного сустава страдает его кровоснабжение. И постепенно возникают боли из-за нарушения трофики, нарушения кровоснабжения сустава. Последняя причина, скажем такая, и тривиальная – это походка. Тяжелая походка, несложно догадаться, тяжела не только внешне, но и тяжела для ваших коленных суставов. Что такое тяжелая походка? Это когда вы раскачиваетесь из стороны в сторону. При этом коленный сустав испытывает большую нагрузку, чем при легкой походке. Что такое легкая походка? Это когда вы при ходьбе вращаетесь. То есть нога совершает движение по дуге, и при этом происходит вращение таза. То есть таз вращается влево-вправо по отношению к грудной клетке. При этом нет раскачивания совсем. Если вы так ходить не можете, значит у вас нарушен шарнир, либо в области шеи, либо в пояснично-грудном переходе, либо у вас заблокирован таз, крестец. Поэтому вы не можете правильно ходить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, и буду рад видеть вас в качестве своих подписчиков.